Привет, дорогие! Я Ника Болзин. И сегодня я покажу свой рацион. Тот рацион, на котором у нас не будет расти вес, на котором мы даже похудеем. Но это похудение будет не в эстетическом плане, а в плане оздоровления, в плане подготовки к родам. Я уже на девятом месяце, поэтому мне осталось совсем немножко. И уже как несколько дней я полностью отказалась от мяса. Почему, зачем и как это работает, я рассказываю на своем онлайн-курсе «Успешных родов. Рожу и останусь девочкой». Сегодня я буду готовить это вегетарианское щи, омлет со шпинатом и соте из кабачков. А пока пойдемте посмотрим, что у меня вообще, в принципе, есть в холодильнике. Так, ну вот. Кстати, гречку я кушаю всегда на завтрак, после смузи. Вот. Я ее очень люблю. Это стоит еда деток. Сыр. Я обожаю зелень, я обожаю смузи. Зеленый смузи пьет вся наша семья, потому что это кладезь здоровья, кладезь антиоксидантов, витаминов. Вот у меня целая полка. Смотрите, шпинат, рукола, значит, салатный листик. Вот эта вот полка – это у нас овощи, огурчик, помидорчик, зеленые кабачки. Я их обожаю. Вот эта вот полочка у нас с фруктами. Груши, яблоко зеленые, апельсины, авокадо зрелые, мягкие, бананчики. Это все тоже для смузи. И нижняя полка тоже здесь овощи, болгарский перец и киви. Мы также обожаем салаты овощные. Мы их употребляем ежедневно, поэтому в нашем холодильнике всегда очень много овощей и зелени. В морозилке у меня это тыква замороженная. Это для детей индюшка. Это рыба, хек. Я сейчас не употребляю мясо, но употребляю рыбу и иногда яйца. Опять же, в замороженном виде шпинат очень много. Если нету свежего шпината, меня выручает замороженный. Еще шпинат, потому что шпинат – это кладезь здоровья. Здесь у нас ручковая фасоль, брокколи, тоже у нас замороженная морковка. Вот у нас основной. И для деток порционно, опять же, индейку. Я покупаю филе индейки и для удобства порционно его разделяю. Мне очень часто задают вопрос, сколько же можно набрать веса во время беременности. Знаете, это очень индивидуальный вопрос, потому что у кого-то норма – это 5 килограмм, у кого-то норма – это 15, а кто-то может набрать и 20 килограмм. Кому-то нужно похудеть. Все зависит от индекса массы тела первоначальной. Поэтому, конечно же, тут нужно индивидуально подходить. Плюс ко всему, всем разные. Есть женщины, которые абсолютно правильно питаются, не превышают колораж, допустимый во время беременности, но при этом растут как на дрожак. Кстати, я из этого числа. А кто-то ест, не меняя рацион, и при этом даже худеет, либо стоит на месте. Здесь все индивидуально. А что касается меня, со второй беременности я не успела прийти в свой идеальный вес. Поэтому я забеременела третьим теперешним малышом при отметке 65 килограмм. В общем-то, для моего роста веса, этого соотношения, идеально иметь вес 72-75 килограмм. Я уже немножко перебрала, к сожалению. И... Мы сейчас посмотрим, сколько я сейчас вешу. Но утром всегда правильно нужно утром взвешиваться, потому что утром это правильный вес. Мне осталось до родов совсем немножко. То есть это может быть и пару недель, может быть еще месяц, а может быть неделя. Не буду говорить. Коридор, коридор. Лучше всего говорить коридор. Вот. Моя цель похудеть до 75 килограмм. Пойти на роды, несмотря на то, что сейчас малыш растет. Сейчас малыш как раз таки набирает жировую массу тела. Моя цель все равно немножко похудеть. Это такое оздоравливающее, разгрузочное будет похудение. Ну что, приступим к готовке. Хочу обратить ваше внимание, что все ингредиенты максимально простые. Потому что у меня, к сожалению, нет времени готовить сложные блюда. Поэтому я всегда выбираю простое и быстрое, и самое главное, полезное блюдо. Здесь у нас сотей из кабачков, помидор, картофель, кабачки зеленые, сыр, лук красный, можно обычный репчатый, водичка. Здесь у нас будет супчик вегетарианский, помидорчик, картофель, чеснок. Лук репчатый, значит, капуста, морковь уже порезанная и зелень. И здесь у нас будет омлет со шпинатом. Шпинат свежий, яйца, гималайская соль и стакан растительного молока. В первом влоге я вам обещала показать, как быстро можно одновременно приготовить несколько блюд. Сегодня именно такой день. Все три блюда я приготовлю за 20 минут. Время самой готовки, когда они будут готовиться уже сами на плите, в духовке запекаться, мы не считаем. Мы берем шпинат и кладем его в сковородку с водичкой. И протушим его 3-5 минут до темно-зеленого цвета. На омлет у меня пойдет 7 яиц, но из 7 яиц 2 желтка у меня пойдет на маску для волос. То есть омлет у меня будет состоять из 5 полноценных яиц и 2 белков. Яйца перемешиваю не блендером, а просто делаю это вилочкой. И добавляю туда стакан молока растительного. Я очень люблю гималайскую соль, потому что она по вкусу отличается от обычной. Если нет гималайской, то морскую соль. Ну что, у нас шпинат как раз уже дозрел. И мы просто берем и выливаем наши яйца для омлета. Все. Закрываем, значит, крышкой. И около 10 минут протушиваем. А сейчас я одновременно буду нарезать ингредиенты для супчика и для нашего соте из кабачков. Кабачки и картофель мы режем тоненькими кружочками для нашего соте. На соте мы выкладываем все кружочками. Сейчас мы выложим помидор. И еще здесь останется лук репчатый. Зелень можно по вкусу. Залить все это водичкой. Сверху посыпать сыром. Лучок мы также нарезаем кружочками. Сверху мы выкладываем лучок. Распределяем тоже по всему блюду. На щи мы капусточку. Я еще нарезанную капусту еще больше измельчаю. Чтобы и супчик детки кушали. Кубиками, значит, я нарезала картофель. И тоже все сразу одновременно. Для того, чтобы супчик был наваристый, я две дольки чеснока забрасываю сразу, предварительно вот так вот порезав. И две долечки чеснока я заброшу за три минутки до готовности. Еще я положу целую луковичку в супчик. И потом в конце я ее достану. Потому что мои домашние не любят лук в супе. Ну что, мы уже нарезали наше соте. Нам осталось добавить два стакана воды. Если у вас большая форма, как у меня. Водичка у нас была подсоленная. И мы ее накроем фольгой. Потом за 10 минут до готовности мы сюда добавим сыр и зелень. И у нас уже мы поставили супчик вариться. Пока мы все это нарезали, у нас уже готов омлет. У меня форма оказалась очень большой, поэтому мне понадобилось три стакана воды. Все, закрываем фольгой. Все, мы, значит, нашу форму обмотали фольгой. Очень важно, чтобы туда не попадал воздух. И ставим нашу духовку. Выпекаем наше соте на 160-170 градусов полтора часа. Ну что, супчик у нас готов. Вот такой вот он получился овощной, вкусный. Обращаю ваше внимание, что помидор и чесночок я добавила за 10 минут до готовности. А зелень свежую и соль, когда мы уже выключили суп. То есть в самом конце. Супчик как можно подавать просто. Так и со сметанкой. Ева, со сметаной будешь? Да. Хорошо. Вот такой вот у нас вкусный супчик. И это у нас самый главный дегустатор. Ну как? Как, Евушка, вкусно? Да. Вот так. Самая лучшая похвала для хозяйки. Ну что, вот у нас получилось такое слоеное соте. Это правильное питание, низкокалорийное. И плюс ко всему его кушают детки. То есть оно подойдет даже деткам. Ну и делитесь своими ПП-рецептами. Здоровыми и простыми. А самое интересное я выберу и приготовлю в одном из других влогов. Пока-пока.